Друзья, всем привет! Я художник Чертана. Это мой творческий псевдоним. Сегодня я хочу показать, как я писала вот эти горные миниатюрки. Я все время ищу какие-то новые подходы в своем творчестве и хотела научиться писать быстро вот такие миниатюрки, чтобы можно было буквально несколькими движениями делать красивые горные пейзажи. Вот я сделала три таких миниатюры, а сегодня напишу четвертую похожую работу. С чего я пишу такие работы? Я беру какую-нибудь фотографию с горным пейзажем. В интернете их полно. Можно в Пинтересте поискать, можно через Гугл. Любую картинку, чтобы просто было приблизительное изображение того, что я хочу написать. Я не привязываюсь полностью к фотографии. Просто использую основной сюжет или там основное расположение гор. С чего мы начинаем? Я сначала прогрунтовываю краской холстик. В данном случае это картон. Я это делаю в последнее время практически для каждого изображения. В основном это охра с красной какой-то краской. Или светлой, или темной. Не важно. Но мне нравится с красным эффектом больше, чем если использовать только одну охру. Грунтую я с тройником. То есть на тройнике. Дальше вся работа ведется чистым маслом, без добавления каких-либо смесей. Всю работу я исполняю мастихином, без кисточки, как вы видите. Ну, кроме того, этапа, что когда я наношу грунтовку, так можно сказать, когда я тонирую холст, это я делаю кисточкой. Дальше использую только мастихин. Мастихин довольно-таки большой и широкий для такого формата. Но я приспособилась и мне так удобно и так нравится. Маленьким мастихином получается большее дробление. Но у меня цель стоит как можно быстрее писать такие маленькие обработки. Поэтому дробление, как бы для меня, я не приветствую. В этом случае, по крайней мере. И вот я сделала уже небо, делала какие-то облака. Потом перехожу на горы. То есть, вся работа ведется поэтапно. Сначала я полностью сделала небо. Потом я перехожу на горы. И буду делать их полностью до конца. А потом буду вести дальше работу. Что важно в такой работе? Важна четкость движений. Чтобы максимально стараться, ну как бы одним движением добиваться нужного эффекта. Ну понятно, что не всегда так получается. Но цель такова. И большими мазками. Широкими мазками. Чем меньше будет лишних движений, тем меньше будет грязи. Ну и четче будет изображение. Вот я сделала основную теневую часть гор. Я ее делала... Использовала темно-синюю краску. Использовала красную. Голубую. Светло-голубую. Светло-голубую. Ультрамарин. Ну и немножко охры. В некоторых моментах. Теперь... После того, как я заложила основные теневые... И вообще основную часть гор... Я делаю прорисовку уже... Я делаю прорисовку уже... Где будут светлые части, где будут освещенные, где будут более в тени. Ну и также, чтобы было видно, что это не один кусок скалы, а множество каскад гор. Для этого их надо немножко разными оттенками как бы раздробить. Формат, конечно, очень маленький. Такая работа, наверное, лучше бы смотрелась на большем формате. Но для быстрых работ самый итог. Ну и для тренировки. Светлые теневые части, как вы видите, я делаю мастихином. И движение еле-еле касающееся. То есть я стараюсь так легко провести мастихином, чтобы мазок не получился сплошным, чтобы он был прерывистым. Где не получается с первого раза провести такой нужный мне мазок, я делаю повторно. И так буду вести всю работу. Основной принцип такой работы это очень легкие, свободные, прям воздушные касания мастихина. Для этой работы я использовала такие краски. Темно-синяя, фиолетовая, темно-фиолетовая краска, светло-фиолетовая, светло-голубая, белило-титановые, светло-красная, охра, светлая охра. И желтый, средний желтый и светло-желтый. Можно, конечно, использовать и другие цвета, которые есть у вас в наличии. Это не принципиально. Работа тогда будет немножко выглядеть по-другому, но тоже должно быть интересно. Главное не цвет, а то, как написать горы и как сделать так, чтобы они получились и быстро и красиво. Вот я закончила прорисовку гор. Теперь у меня осталось маленькое пространство для какого-то луга. Я наношу сначала темно-зеленую смесь, которую я делаю из темно-синий с добавлением охры и средне-желтой. Потом немножко разбеливаю этот лук, чтобы получше, поярче смотрелось. И для большей яркости и контрастности можно добавить каких-нибудь цветов. В данном случае я выбрала оранжевенькие, желто-оранжевенькие какие-то, не знаю, может это маки, может быть что угодно. Но в таком сочетании мне эта картинка очень понравилась. Можно описать цветы, можно не писать цветы. Можно просто сделать контрастную зелень и тоже будет интересно. Цветы могут быть также любого оттенка. Такая картинка, она не реалистичная, она больше стилизованная. Но если надо написать побольше работ за один день, то вот такой вариант очень даже не по крайней мере подошел. Ну все, работа моя движется к концу. Она практически готова. Кому было интересно, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рада всем новым посетителям, новым подписчикам. Вот такая вот получилась яркая картинка. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok